Поржавевшие авто, испорченная обувь, травмированные лапы домашних животных украинцы обвиняют во всем этом дорожные службы, которые в гололед по старинке посыпают улицы страны солью. Люди призывают местные власти обратиться к европейскому опыту и отказаться от использования агрессивных смесей. Пока безрезультатно. Продолжит тему Анна Панащук. Каштан, символ украинской столицы, не так давно украшал герб и улицы города. И даже день Киева на последнее воскресенье мая назначили потому, что именно в эти дни расцветают каштаны. Но в 90-е дерево символ исчезло с герба, а в 2000-е из улиц столицы. Одна из причин исчезновения каштанов, говорят экологи, тонны соли, которую зимой используют для борьбы с гололедом. В 2013-м планировали ввести 10-летний мораторий на посыпание солью главной улицы Киева, Крещатика. Но что-то чиновника восстановило, как и от поиска альтернативы песчаной соляной смеси. Кроме каштанов, от нее страдает и река Днепр, меняется состав воды. Ущерб для экологии можно было бы уменьшить, если бы соблюдалась технология. Есть у нас дворники, есть у нас мусороубирающие машины, те, которые должны, значит, этот смет или как дорожный смет должен собираться на отдельные карты для хранения. Путем его дальнейшей регенерации и повторного использования. Но этот дорожный смет практически у нас идет в мусорные все бачки и выбрасывается, как правилами, полигоны. Состав смеси, которые посыпают тротуары и проезжую часть, отличается. Большую ее часть составляет песок, меньше соли. Но если под ногами пешеходов лишь 3% соли, то под колесами автомобилей 10%. Жалобы есть у всех. Пешеходы сетуют на испорченную обувь и травмированные лапы домашних животных, водители на изношенные шины и поржавевший кузов. Сама машина очень грязная, ее приходится мыть очень часто, потому что соль разъедает. Пластик и сами пороги, которые являются железными. На примере у меня машина, даже краска поблазила с бамперов. Дорожные службы объясняют, главное – обеспечить безопасность на дороге. Хотя статистику ДТП по причине гололеда не ведут, очевидно, что в этот период количество аварий в разы возрастает. Чиновники утверждают – к зиме готовятся тщательно. Накануне сезона мы с подрядчиками готовим приказ, где определяем необходимое количество материала для посыпания, техники для эксплуатации в зимний период, предупреждающих дорожных знаков, заготавливается необходимое количество снегоудерживающих щитов. Нынешней зимой только для Киева и области запасли 125 тысяч тонн песка и больше 20 тысяч тонн соли. Весной большая часть этой смеси попадет в почву и воду. Анна Панасчик, Михаил Мишенко. Специально для Хабар-24. Киев. Украина.